Дональд Биссетт, хоп! Жил-был на свете кузнечик. Он был еще совсем маленький. Звали его Джонни. Пошел он однажды на прогулку и повстречал лягушку. — Ква-ква! — сказала ему лягушка. — Ну и лентяй ты! Кузнечикам ведь полагается прыгать, а ты топ-топ топаешь. — Прыгать? — удивился Джонни. — А как это? — Ква! Не знает, как прыгать. А еще кузнечик! — возмутилась лягушка. — Могу тебя научить. Что ты мне за это дашь? — Ничего. У меня ведь ничего нет. Тогда прощай. И лягушка ускакала прочь. Джонни пошел дальше и повстречал кенгуру. — Как она прыгала! Хоп-хоп-хоп! — Научи меня, пожалуйста, прыгать! — попросил ее Джонни. — С удовольствием! — сказала кенгуру. — А ты меня чему научишь? — Я еще ничего не умею! — признался кузнечик. — Хм! Тогда прощай! И кенгуру ускакала от него прочь. Хоп-хоп-хоп! Джонни очень огорчился и пошел дальше. Навстречу ему попалась блоха. У нее было хорошее настроение, и она высоко прыгала. — Привет, кузнечик! — сказала блоха. — Привет! — сказал кузнечик. — Не могла бы ты научить меня прыгать? — С удовольствием! — ответила блоха. — А ты позволишь мне укусить тебя? Джонни чуть не заплакал от обиды. — Маленьких не кусают! — сказал он. — Тогда нам больше не о чем говорить! — сказала блоха и ускакала. А Джонни пошел дальше и увидел на земле чьи-то следы. Чьи-то прыгающие следы. Потому что они шли параллельно друг к другу. Вот так. Джонни был очень умный кузнечик. И сразу понял это. Потому что если бы следы были не прыгающие, а шагающие, они бы выглядели так. Джонни пошел по этим следам и пришел к воробью. А воробьи очень любят кузнечиков. Особенно на завтрак и на обед. — Пожалуйста, — попросил его Джонни, — научи меня прыгать. Воробей протянул к нему свой острый клюв. Джонни испугался. Хоп! И подпрыгнул. И запрыгал прочь от воробья. Хоп-хоп-хоп-хоп. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok